Привет, девчонки! Сегодня я переснимаю вторую часть со своей парфюмерии. Про парфюмерию у меня был запрос. Но, в принципе, я сама готова вам о ней рассказывать бесконечно, потому что парфюмерию очень люблю. Это одна из моих страстей. И о ней могу говорить часами. Первое, о чем хочу сказать в этом обзоре, это вот такие духи Эли Сааб. У меня туалетная вода. Парфюмерная вода уходит более в восток. Об этих духах я рассказала о своих приобретениях. Они у меня в масхевах. Что же это за аромат? Это аромат, который я покупаю уже не один раз. Само случается такой редко. Это аромат замечательный. Это пудрово-цветочный. Он такой шлейфовый. Цветочный, насыщенный. Это очень подчеркивает вашу женственность, индивидуальность. И аромат, который действительно сначала заходит в шлейф, а потом в помещение заходите вы. Очень классный. Вот это такой у меня дорожный рефил. Сюда входит флакончик 20 мл. Потом можно раскрывать, менять и брать с собой в дорогу. Очень классный. А этот, наверное, будет очень классный на весну. Далее. Аромат, который я люблю очень. Это Эвиденс Ивраше. Это один из их хитовых ароматов. Это очень классный холодный цветочный шипр. Но, честно говоря, на себе я его долго слышать не могу. Вот по странному стечению обстоятельств. Настолько он мне нравится во флаконе. Но у меня от него зачастую болит голова. Наверное, просто нужно стечение обстоятельств. Либо такая довольно ветреная, холодная погода. Когда излишняя насыщенность выветривается. И тогда это такой благородный, холодный, такой богатый, дорогой аромат. Но большей частью, к сожалению, он у меня вызывает головную боль. Это цветочный шипровый классический аромат. Классный. Я ничего не могу сказать. Я его очень люблю. Но пользуюсь им редко. Далее я вам сейчас расскажу об аромате дочери. Этот аромат Lady Million от Paco Rabanne. Вот такой ограненный бриллиантик. Уже там осталась совсем-совсем на донышке. Это аромат сладкий. Вот именно такой прям он притерноватый, сладкий, пудровый, цветочный. Какая-то в нем приятная такая, даже утонченная есть, я бы сказала, горчинка. Ну, такая очень легкая, еле уловимая. Скорее, это аромат для молодых девушек. Он очень подходит под мех, кстати, на зимнее прохладное время года. Летом он все-таки будет слишком сладкий, слишком тяжеловатый. Но это богатый, насыщенный аромат. Он очень многогранный. Я не буду вас утомлять нотами. Я понимаю, что это, наверное, звучит заумно и неинтересно. В целом, впечатление богатый, шикарный аромат. Любительница прохладных цветочных ароматов, он, возможно, понравится зимой. Ну, а так вот, девчонки, молодые и юные девушки, которые хотят пахнуть, как сладкие ароматные конфетки. Это, вам, думаю, очень-очень понравится. Из этой же серии очень похож аромат. Тоже моей дочери. Это Dolce & Gabbana Le Emperatrice 3. Это аромат ее фаворит. Уже берем не один флакончик. Аромат карамельный, сладкий, девичий. Очень приятный, очень нежный. Такая вот какая-то арбузно-грушевая свежесть. И, тем не менее, сладкость. Такая вот именно, как свежая юная девочка. Как цветочек в ароматах фруктов. Весенний такой насыщенный. Ну, аромат очень достойный. Я открываю, мне вот пахнет конфеткой D'UCHES. Очень-очень-очень приятный. Девочки. В принципе, он, наверное, пойдет не только юным девочкам. А тех, кто любит такие ароматы. Я, к сожалению, такие ароматы не очень люблю. Более сложные. Но вот этот аромат, он очень-очень много имеет своих поклонниц. Так, теперь я расскажу вам об аромате футаина. Это представитель арабской парфюмерии. Но это не той масляной парфюмерии, которой я вам расскажу в следующем выпуске. Это... Есть и масло такое у меня. Это, скажем так, арабское видение европейских ароматов. То есть, и все линейки именно на спирту. А их очень мало на спирту. В основном масляные ароматы арабские. А этот самый достойный. Вот у него состав вроде бы, ну, несложный. Роза, жасмин, белые цветы, по-моему. Но он настолько многогранно раскрывается на коже. И он вроде бы, вот изначально ты вдыхаешь свежий аромат цветов. Но на коже проявляется его восточный темперамент. И он настолько богато раскрывается. Я бы сказала, это, наверное, современная восточная девушка, живущая в Европе. Это девушка в джинсах. Со своими красивыми, блестящими, черными, охоженными волосами. Но это ее уже европейская арабка. Аромат просто обалденный. Волшебный. Я в него влюблена. У меня был большой флакон. Это не родной флакончик. Очень красивый флакон. Я название всех духовно пишу. Посмотрите. В интернете их легко найти. Но безумно классный аромат. Очень-очень-очень-очень вам его советую. Если вам попадется. Он стойкий. Он очень шлейфовый. Но хотя капризный. В том плане, что вообще ароматы арабские, они подстраиваются под свою обладательницу. И иногда могут полыхать таким, знаете, шлейфом. Иногда вообще тихонечко сидит на коже. Но это настолько классные ароматы. Есть футаиновый маслик, как я уже сказала. Но о маслах расскажу позже. Еще очень красивый аромат. Это не только девичий аромат. Это аромат вообще для женщины, которая любит сливочные, пудровые ароматы. Это Труссар Димайн Наэм. На их новинка. Тут, в принципе, и сам флакончик такое, знаете, украшение для столика. Мне очень-очень нравится. Аромат пудра, сирень, ландыш, роза. Вот все это примешивается, дает нежную-нежную женственную смесь. Насколько даже я не любитель таких ароматов, я могу брызнуть себе там на шарфик. Или там где-то легонечко нанести. И просто так вот прислушиваться. Потому что те ароматы, которые не мои, я их слышу. И поэтому, в чем обидно, когда наносишь свой аромат, и прекрасно понимаешь, как от тебя пахнет, но ты этого не слышишь. А ароматы, те, которые не твои, они вот остаются. И каким-то хвостиком шлейфа затрагивает нас целый день. В общем, вот эти Духи Труссар Димайн тоже очень-очень. Еще у меня такой есть отливантик. Это Мантель Шипер Фрут. Что такое отливантик? Это когда девочки берут большой флакон и разливают их между собой. Вот такие атомайзеры. У меня таких вот целую как-то блок-упаковку разных купила. Здесь, по-моему, около 10 мл. Я тоже брала вот девчонками в склачину. Это знаменитые манталевские ароматы. Они очень похожи на мои любимые либертин Вивьен Пествы, которые сняли производство. Это пряность, это ананас. Это богатый букет каких-то цветовых фруктов. Изначально, если на первый вздох, кажется, он даже какой-то мужской. Но потом он выветривается и становится таким благородным, женственным, пряным ароматом. Таким, я бы сказала, даже роскошным и немножко с чертовщинкой. Ну, такой хороший. Вот такой, знаете, блеск в глазах. Вот, кокетливый по тексту. Аромат классный. Тоже его с удовольствием вношу. Но он скорее весенний. Потому что на лето он тяжеловат. Зимой он не раскроется так, как нужно. А вот весенний, осенний аромат очень-очень достойный. Вообще, манталевские ароматы классные. Там используется большая часть натуральных масел. Поэтому они имеют насыщенный, стойкий аромат. И имеют очень много-много почитательниц. Это классные производители моноароматов. Или каких-то там, например, шоколадная роза. Вот таких вот изысканных сочетаний. Девочки, если там вас интересуют ароматы, которые вы сами целый флакон не можете купить, вы можете поискать в интернете очень много формов, которые вот так вот девочки там разливают по 1-2 мл на пробу. Это даст вам возможность составить представление об этом аромате. И не тратиться на целый флакон. Поносите, понять, хотите ли вы такой аромат. У меня много было отливантов одно время. Но я сейчас стараюсь немножко отойти от этого увлечения. Потому что оно довольно затратное. И я вот все, что есть, мои ароматы, я ими пользуюсь. И беру только если какие-то явно интересные новинки. Я просто не могу пройти мимо. Еще у меня есть вот такая миниатюрка. Это Miss Dior Sherry. Это я как-то покупала в Duty Free. Их там было три разных. Но это скорее такой вообще дымка, знаете, такая вот из этой серии. Ну, кто знает Sherry, это такой легкий, свежий, какой-то яблочно-фруктовый такой шлейф, флёр. Очень-очень такой нежный, весенний, ну, юный аромат. Но, наверное, да, это, конечно, в стиле Dior аромат. У него угадывается их нотка. Вот, и поэтому даже вот такую миниатюрочку приятно иногда взять и попробовать за ушком. Еще вот такой у меня здесь есть ароматик Autograph Intense. Это аромат, кого бы вы думали, Mark & Spencer. Какая-то у них была акция перед Новым годом. И вот взял там что-то, и лучше можно выбрать, была из парфюмерии или из банной серии. Я взяла, конечно, себе духи попробовать. Они очень-очень сладкие. Но сладость, знаете, не отталкивающая. Я почему взяла? Они мне напомнили, вот, когда сладкую курагу размачиваешь в чай, вот тогда чай вот так вот пахнет приятной летней курагой. Возможно, это восстановление детства, когда мы у бабушки собирали большое-большое количество абрикос и делали, вот, разлучивали их, и сушили для кураги. И во дворе стоял обалденный аромат абрикос. Ну, наверное, да, ассоциативно, вот, запах детства. Хотя пользуюсь ими очень-очень редко, потому что они действительно сладкие, сладкие, сладкие. Так, еще такой у меня ароматик, даже не у меня, это дочери, аромат Zara White. Он недорогой. Аромат девичий. Вот, действительно, вообще он не девичий. Она, наверное, все-таки вот женственно освежающая, цветочный аромат, немного мыльный, вот такой есть присутствует, присутствует мыльная нотка. Очень такой нестойкий, но как раз вот для дневного какого-то там использования, для ненавязчивого, когда не нужно никакого-то яркого звучания, не нужно яркого там проявления индивидуальности. Вот это вот Zara White, недорогой и, ну, неплохой вариант. Аромат, почему бы нет, очень-очень симпатичный запах. Я бы сказала, даже может составить конкуренцию каким-то брендовым ароматом. Это ароматы, пожалуй, все, о которых я могу вам рассказать. Если вам будет интересно, напишите в комментариях, я расскажу о мужской парфюмерии, о тех парфюмах, которые есть у моего мужа. И с удовольствием расскажу. Ну, конечно, если будет вам интересно. Еще планирую в ближайшее время снять проарабскую парфюмерию. Девчонки, забегайте, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!